Друзья, всем привет! Сегодня вот такое вечернее начало влога и хотела вам показать, как у меня сходит на нет перманент. Прошла всего лишь неделя, я делала ровно неделю назад. И вот смотрите, как он сходит вот такими точками. То есть, насколько я понимаю, обдирать это нельзя. Вот, и вот такие вот у меня гепардики теперь, леопардики. Ну, сейчас леопардовый принт в тренде. Так что я, можно сказать, даже очень модная. Так что вот такие вот у меня брови. Так что, наверное, придется мне поменять все-таки бровистов. Второй шанс не помог. И если сейчас у меня вот это вот все дело тоже смоется очень быстро, то я пойду в третий раз уже в какое-то другое место. Потому что я сама рисую брови очень плохо карандашом. Мне лучше этого не делать. Потому что если я сама нарисую, это какой-то кошмар. Я сразу какая-то как с гор как будто спустилась. Совсем не мочить брови, как вы понимаете, не получается. Как мне бровист посоветовала, да, что перманент очень не любит воду. Она сказала, лучше вообще не мочить и мыть голову так, чтобы на брови не попадала вода. Умываться там, обходить брови. Но это же все равно невозможно. Вода все равно попадает, как вы понимаете. И чем чаще она попадает, тем бледнее становится бровь. Я вот это вот так вот заметила. То есть вот этот вот результат через неделю уже вот этого после перманента. Сейчас вот это еще отвалится. А, и все. И, собственно, перманент, можно сказать, опять сойдет на нет. Вот еще вам скажу по ощущениям. Чешется ужасно. Просто хочется вот так вот чесать брови. Вот сейчас, когда вот эти корки отходят, просто хочется их вот так чесать, сидеть. Но приходится сдерживаться. Надо немножко потерпеть, потому что вот это вот отдирать не рекомендуется. Все это должно отпасть само. Так, друзья, как дела у моей пеларгонии? Вы в прошлом влоге видели, да, что я купила в супермаркете горшок с пеларгонией. И я очень боюсь, что он завянет, собственно. Потому что все цветы из супермаркетов у меня завяли и ни один не прижился. Я надеюсь, что с пеларгонией этого не произойдет. Вот. И сейчас я вот убрала ее в раковину, потому что я открыла окно, чтобы проветрить. Вот. И чтобы она мне не замерзла, я поставила ее подальше. Пока вроде бы все нормально, зеленеет, цветет. Но прошло лишь несколько дней после покупки всего. Посмотрим, что будет дальше. Так, друзья, всем привет. Я уже отвела детишек в садик. Вот. Сама решила подняться на 16 этаж нашего дома и полюбоваться видами. Потому что у нас, как вы знаете, из окна все скрывает вот тот дом. Здесь он остался далеко внизу. Здесь скрываются суперские классные виды. Я до сих пор жалею, что мы взяли квартиру низко. Надо было брать где-то здесь наверху. Вот этот дом, который нам вид перекрывает. Смотрите, как он далеко внизу остался. А за ним вот какие пейзажи открываются. Смотрите, как он далеко. Так что вот, друзья, провафлили мы в свое время вид из окна хороший. Решили взять квартиру ниже. И теперь у нас вот этот дом все это дело перекрывает. Так что не бойтесь брать квартиры высоко, на верхних этажах. Вот, друзья, хочу, чтобы вы поняли разницу. Вот это был вид с 16 этажа, а это вид с нашего. Вот смотрите, там солнышко, там ярко, там, не знаю, чувствуется какая-то жизнь. А здесь вот эта стена, потом еще вот эта вот тень от нашего дома падает. Ой, это вообще капец. В общем, в этом доме стоило покупать квартиру только высоко и только из-за вида. Больше тут как бы, ну, делать особо нечего. Был выбор, могли купить на 13-м, по-моему, или на 15-м, вот. Но взяли вот так вот низко, решили, что там это очень высоко. И теперь в результате у нас вместо крутых пейзажей из окна стена дома и тень. Друзья, у меня тут варится фасолька. Вот я ее замачивала на ночь, вот здесь еще остатки. Из этого я сварю суп, а вот это вот у меня будет салат. Я хочу сделать салат и с вареной фасолью. Это вчера вечером варили Андрюшке компотико с такой вот огромной бадье. Друзья, хочу показать, какой салат я сейчас буду готовить. Вот она моя вареная фасоль, я воду уже слила, она у меня сварилась. И вот хочу показать вот такие огромные яйки, смотрите, они почти струсины. Хотя это куриные, собственно, очень-очень они большие, прикольные, хотя чистятся плохо. И сейчас мы, друзья, с вами вот в эту нашу с вами фасоль вареную порежем вот эти яйца. Так, вот я порезала в фасольку яйца и теперь туда резаную морковку, вареную, кстати, морковка вареная, потому что сюда сейчас отправлю. Еще добавили сюда, друзья, мы с вами лук нарезанный, репчатый обычный, тоже перемешали все. Следующим, друзья, я порезала огурчики соленые, тоже все в этот салатик. Ну и все, и теперь вот майонезиком мы все это дело фаршируем, перемешиваем и пробуем, что это за такой салат. Друзья, вот он наш с вами фасолевый салатик. На самом деле, это, естественно, не весь салат, который я приготовила. Вот он у меня здесь еще. Вот, это я чисто для видео в этой мисочке, потому что я помню, что я уже готовила во влоге какой-то салат тоже в кастрюле. И там мои зрители, не знаю, живы они сейчас или нет, потому что тогда им, по-моему, стало плохо, судя по комментариям, что я готовила салат и в кастрюлю все это дело выкладывала. Вот, так что людям реально плохо с этого становится, и я решила тогда уж приготовить салат в миске все-таки, чтобы не травмировать. Итак, друзья, вот этот салатик, он очень похож на оливье, очень похож по вкусу на оливье, хотя он без колбасы, но вот, видимо, фасоль это тоже белок, и она колбасу заменяет. Вот, так что, если хотите такой, не знаю, можно ли назвать диетическим, потому что он с майонезом, да, но все-таки, мне кажется, он немножечко полезнее, чем оливье, потому что он без колбасы. Вот, и если хотите вот такой вот вариант с новогоднего салата, то он вполне себе сойдет за оливье, потому что он очень похож, просто он немножечко чуть менее сытный, чем оливье. Вот, рецепт этого салата я увидела на ютубе и решила вот попробовать. Ну, а, друзья, как мне кажется, этот салат, он из тех салатов, в которых чего-то не хватает, в которые чего-то хочется еще добавить, не знаю, то ли жареных шампиньонов, там, грибов, то ли, может, там, сыра, не знаю. В общем, если вы будете делать этот салат, то сделайте, и тогда напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется, чего в нем не хватает. Еще плюс этого салата в том, что его не надо солить, потому что в нем уже соленые огурцы есть, и в нем фасоль, которую мы варили, тоже, собственно, посолит ее. Вот, поэтому соль мы сюда не добавляем. В общем, друзья, успела сделать только салатик, суп сделать не успела, потому что позвонили с работы, нужно сейчас ехать на открытие детской площадки. Мне самой интересно, что там за детская площадка, если она люксовая, то можно будет потом съездить туда с детишками. Так что сейчас я вам все покажу. Территория наших друзей, территория, территория, территория хорошего настроения, и закрепленные огнишки. Сделайте ваши шапки на нашем всем мире. Главное, ребята, отборок всем... Да, молодцы, отлично! Слушайте, похоже, сегодня нелетная погода. Оставьте шарики себе, в конце концов, у вас сегодня праздник, а мы придумаем что-нибудь получше. Дело в том, что, ребята, я, конечно же, пригласил сюда к вам на нашу площадку не только смешариков, чтобы вас повеселить. Ну и, конечно же, еще моего одного замечательного друга. Вы, кстати, не отгадайте, кто это. Знаете, кто пришел поздравить вас? Не знаете? Ну подумайте, что у нас в цирке? Какие у нас животные в цирке существуют? Тигр? Ты что, тигр что-то привезу, чтобы он у вас всех съел? Покажите всем! Ничего себе! Молодцы! Давай, давай, пышни руки, ребята! Танцуют все! Мишка, молодец! А вот так думаем? Ребята, разбегайся! Медведь сошел... Медведь с ума сошел, ребята! Разбегайте кто куда! По домам, ребята! Забегайте к себе в подвес, делайте ноги, уходите! Забирайте своих родителей! И спасайтесь! Медведь вышел на охоту! Медведь ест всех подряд! Спасайся! Спасайся, ребята! Солнышко! Так что вот такую площадочку здесь устроим детскую Зато тут прям осень Так, друзья, супчик я все-таки сварила Вот уже, видите, полкастрюльки мы съели Он у меня фасолевый, с томатной пастой Ну, собственно, рецепт фасолевого супа у меня есть на канале В плейлисте Приятного аппетита! Кто хочет, ищите и варите! Ух ты! Будете супик хочу! Будете супик? Да Будете? А вот это, друзья, будьте добры Пирог от Саши Сашин первый пирог В общем, здесь литр молока Пол пачки муки Это Сашенька готовила И только попробуй ей не дать Поготовить, когда она хочет Это начинается вопли Так что вот, кому пирожку От Саши, пожалуйста Будьте добры к нам в гости Угостим Дети едят суп Как всегда, сделали из него тюрю Накидали туда хлеб А кто? А кто? Напишите в комментариях Хочет моего пирога Пожалуйста, приходите к нам в гости Правильно Кто хочет Сашиного пирога Приходите к нам в гости С удовольствием угостим Потому что мы не знаем, куда его деть Кто видео снял То приходите к нам в гости Не приходите к нам на обед Так, давайте Ешьте супик Фасолька очень вкусная Вы же горошек любите А фасолька это как горошек Только побольше Это просто большой горошек Фасолька А то принялись тут из супа фасоль вылавливать Это не дело Вкусно? И мне вкусно Вот, чтобы все съели Ну и заканчиваю этот влог, друзья Опять своими бровями Как и начинала Вот, у меня корочки отпали Совсем Вот И, ну и, собственно, можно сказать Практически опять ничего не осталось Так что вот Кстати, вот этот бровист, который мне делала Она сказала, что если на второй раз у меня перманент не задержится, да, на бровях То, чтобы я пришла к ней в третий раз И тогда она мне сделает совсем задешево Она мне сделает за тысячу Вот, но, друзья, я в третий раз, конечно, уже не пойду В третий раз я пойду в какое-нибудь другое место уже попробую Потому что все, кто делает перманент У всех он держится там полтора-два года А у меня неделю, но не может быть такого Вот, так что попробую сходить в другое место И, естественно, вам расскажу Обо всем Вот, и вчера вечером, друзья Вчера вечером, после того, как детей забрала из сада И мужа с работы Отправила их домой А сама в девять вечера уже пошла к косметологу К своему, к которому я очень-очень давно не ходила У этой девочки, тети Я делаю непосредственно инъекции Вот, и вчера я к ней пришла, говорю, у меня очень уставший вид лица Говорю, потому что я уже очень давно никаких процедур не делала У меня кожа прямо вот сама Вот я вижу, что она устала Кожа нужна какая-то была подпитка Вот, и она мне сделала быстренько Мезотерапию, собственно Вот, вот сюда вот колола Видите, еще остались вот эти пупырки Заплатила три тысячи И она сказала, что неделю через две нужно будет Сделать еще разочек И потом через две недели еще В общем, это, собственно Косметология это непрекращаемые хождения Непрекращаемые курсы Потому что как только ты перестаешь что-то делать Кожа сразу же... Ладно, надеюсь, вам понравился этот влог Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал Следите за нашими новостями Дружите с нами Мы с вами будем дружить Пишите нам комментарии, ставьте лайки Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!